Всем хайфа! Это слово знакомо нам с давних пор. Всем хайфа! Это новый сезон. Шоу Народный Махор! С наступающим Старым Новым Годом! Эх, гулять так гулять. Две недели. Любим же мы отдыхать, а? В общем, продолжаем. Сегодня за главный приз поборется Екатерина Тюрина. Шоу Народный Махор! Екатерина Тюрина, 26 лет. Участник проекта Народный Махор. Екатерина – профессиональный фитнес-тренер. Однако ей это нисколько не мешает быть еще и очень талантливой певицей. Очень рада быть с вами, быть здесь. Меня зовут Катя, мне 26 лет. Родилась я в прекрасном городе Кемерово. У меня замечательные родители. Мама – педагог по английскому языку и папа – токарь. Также у меня есть старший брат, который старше мне на три года. Он также, как и я, работает тренером в фитнес-клубе вместе со мной. Моего брата зовут Сергей. И мы в детстве, не буду скрывать этого, очень сильно ругались, дрались. Просто до безумия. Не знаю, как наши родители это выдержали, потому что со стороны этого выглядело временами прям жутковато. Но потом уже немножко повзрослев, как-то какое-то, наверное, осознание пришло. Брат у меня сходил в армию, вернулся, и у нас прям совсем сразу другой уровень общения стал. Не знаю, с чем это связано. У нас какой-то любовью друг к другу прониклись. И по сей день как бы поддерживаем очень сильно друг друга. Я еще раз повторюсь, что мы работаем в одном фитнес-клубе. И вот присутствие его постоянно рядом со мной, оно мне прям силу какую-то дает невероятную. И всегда поддержку. То есть я знаю, что он всегда меня защитит и будет оберегать. Катя раньше не думала о том, что будет заниматься творчеством. Но поддержка ее близких ей сильно помогла. И она стала развиваться в этом направлении. Вообще занятия музыкой, занятия вокалом у меня начались просто с такого увлечения. То есть мне очень сильно в один момент какой-то жизненный захотелось петь. Наверное, я так хотела себя выразить в музыке. Как-то душевно это мне помогло. Как-то душевное мое состояние. Сейчас уже музыка, то есть я, конечно, не могу еще определиться между своими двумя деятельностями. Они идут у меня параллельно. Я просто максимально сильно стараюсь развивать себя в двух областях, так скажем. И поэтому я пою везде, участвую во всевозможных конкурсах, на мероприятиях, на корпоративах и так далее. Мне очень это нравится. Ну, вообще я привыкла верить в себя, да, действительно. И меня очень сильно поддерживают мои близкие. Моя семья – это просто невероятная поддержка с их стороны. И то, что я вот, допустим, приехала... Точнее, не приехала, а я прилетела. До сих пор не могу понять, как я это сделала, потому что все там свои 26 лет я боялась просто сесть в самолет. И все мои друзья знают об этом. И когда они увидели это, я не знаю. До сих пор, мне кажется, не осознаю, что я вообще здесь сижу. Потому что, ну, это действительно было страшно. Ну, как-то вот этот страх перебороло. И вот вчера на съемках выпуска мне прям... У меня такая уверенность была. Катя, мы в тебя верим! Победы! Ты лучшая! Да, у меня есть цели. И, в принципе, я их простраиваю, иду к ним. И получается так, что как-то вот шажочками, маленькими шажочками я каким-то... Вот, допустим, участие в проекте «Народный махор», конечно, это для меня была цель. И я вот к ней пришла. Ну, после этого буду что-то дальше строить. Катя очень добрый и открытый человек. Часто помогает нуждающимся и участвует в различного рода благотворительных проектах. Не хочу этого скроить, потому что это действительно так. Я в определенный период жизни это очень сильно осознала. Но я еще раз повторю, что это воспитание, конечно, родители это очень сильно заложили в меня. И ни на секунду не жалею о том, что я такой человек. Потому что ранят меня, наверное, такого нет. Потому что как-то привыкла быть благодарной людям. И вижу, видимо, светлое в людях окружающих. И как-то особо меня не задевают какие-то там злые люди. Могу, конечно, погрустить там немножечко, часика-два. Но потом как-то сразу легко отхожу. Не знаю, вот действительно, наверное, когда ты испытываешь какие-то чувства внутри, тогда эти чувства тебе дают видеть любовь вообще во всех людях и во всем окружающем мире. Певица долгое время сомневалась в том, что ее действительно пригласили к участию в проекте. И все же долгожданная встреча состоялась. И вот уже спустя время Катя принимает участие в юбилейном, пятом сезоне. Я зашла на сайт и увидела, что там, в принципе, можно быть участником. И запомнила анкету. Примерно через месяц мне написали смс-ку о приглашении, в принципе, на проект в Москву. На что я как бы прям, ну просто реально не поверила. Потому что для меня это было как-то необычно, фантастически. И я прям помню, что Ярослава там где-то ВКонтакте нашла. Я написала, Ярослав действительно меня приглашает. Потому что, ну я из Кемерово, мне как бы сюда ехать. Я не летаю на самолете. Мне ехать на поезде два с половиной дня, и как-то не хотелось бы мне просто сюда приехать. Я помню, не помню уже, по-моему, кто мне подтвердил, что действительно ты участник. И все, приезжай. И я помню, что буквально за четыре дня я отменила все тренировки. Мне очень, как бы, помогли друзья тоже. То есть все меня поняли, мои клиенты. Все, в принципе, всегда поддерживают мою вторую сферу жизни, так скажем, бокал, да. И просто одна первый раз села в поезд и поехала в Москву. Не знаю, куда еду, ничего. То есть это действительно было круто. Это просто было страшно, но круто. Екатерина в буквальном смысле у нас на глазах определилась с целями. На что потратить деньги в случае победы? Ну, на самом деле, у меня много целей. Я их достигаю. Я зарабатываю там сама какие-то средства, осуществляю свои мечты. И прежде чем поехать на проект «Народный Махор-5», у меня внутри родилась какая-то идея. Родители все время для меня очень много всего делали. И мне бы очень хотелось осуществить их мечты. И прежде чем поехать на проект «Народный Махор-5», я задала им вопрос. Вот если бы, допустим, действительно вы бы там понимали, что вы живете последний день там на земле, да, и вам нужны были какие-то средства, и вот была бы такая мечта, которую вы вот готовы были, вот, хочу этого и все. И вот просто, ну вот, исполните ее. И они мне написали. Но до этого момента, до сегодняшнего прихода на интервью, я не читала эти записки, и хочу прямо сейчас их прочитать. То есть, я не знаю, простите меня, родители, если это что-то очень сильно откровенное. Папа мне сделал вот такой какой-то крутой самолетик, и что-то там написал. Пап, прости, если это что-то сильно откровенное, но я им сказала, что это должно быть материальное. То есть, то, на что можно потратить деньги. Папа сказал мне, белоснежный лайнер круиз, и равнозначно, стрелочка вниз, Китай, источник лечения. Вот, вот такая от папы записочка. Так, а мама тут, представляете, в какую-то даже подарочную упаковку это все завернула, открыть бы ее сейчас. Так, папина желание принято, понято, будем стараться исполнить. У мамы тут какая-то коробочка. Так, мамина желание. Так, 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 открываем. Мечтаю оказаться в ОАЭ Дубае с любимым мужем. Фантастически. Все реально. Шоу Народный Махар Субтитры создавал DimaTorzok Только ты На землю осень осыпает все мечты Их превращая в бесконечность пустоты А небо плачет, понимая, что теряю я тебя знаю Только ты На землю падали сирени и лепестки Мы были так же друг от друга далеки Любовь объятья отпускала Видно, знала, что опоздала Поцелуй моей любви Ты навеки сохрани Он забудется едва Пока любовь моя жива Ты не бросай меня в огонь И любовь мою не тронь Поцелуй моей любви В своем ты сердце Сохрани и не верни Только ты Я и не знал, что мы так связаны с тобой Но не одной судьбой, а сердцем и душой И так случается порой, что путь меняется земной Знаю Только ты А я молила и просила Лишь о том, чтоб жизнь позволила побыть еще вдвоем Но видно, рядом быть с тобой Любовь моя не для меня Поцелуй моей любви Ты навеки сохрани Он забудется едва Пока любовь моя жива Ты не бросай меня в огонь И любовь мою не тронь Поцелуй моей любви В своем ты сердце Сохрани И мне верни Ты мне верни Поцелуй моей любви Ты навеки Ты навеки сохрани Он забудется едва Пока любовь моя жива И не бросай меня в огонь И любовь мою не тронь Поцелуй моей любви Ты в своем ты сердце Сохрани Только ты Шел народный махор Катя, на самом деле необычный выбор песни Все знают Баскова, все знают Джасмин А вот песня, кстати, такая непопулярная Почему именно такой выбор на нее упал? Ну, понравилась очень музыкально По содержанию, поэтому очень захотелось И нам подходит, да? Да Мы так классно успели Судить зрителям Да-да-да, судить вам Заходите на сайт mahor.ru Если вам понравилось, Катя, проголосуйте за нее Возможно, она выиграет главный приз Но еще есть время подумать, потому что будет сольная песня Да, какая? Да, конечно Веточка осенняя Шел народный махор Веточка осенняя Не стучи в мой дом Слез не лей, пожалуйста Под моим окном Сердце не тревожь мое Душу мне не рви Быть осенней веточкой Больше не зови Сердце не тревожь мое Душу мне не рви Быть осенней веточкой Больше не зови Стала сразу осенью Тихою красой И такой же веточкой Всем несла покой Помню, как стучала я В души дома И всегда царила в них Поздняя зима Помню, как стучала я В души дома И всегда царила в них Поздняя зима Дули ветры сильные Не могли сломать И морозы лютые Не могли скопать Только как-то вечером Звонкая пила Дерево могучее Вмиг убить смогла Только как-то вечером Звонкая пила Дерево могучее Вмиг убить смогла И упала веточка Листьями шурша И вздохнула И вздохнула добрая Нежная душа Улыбнулась веточка Глядя в дальний край И сказала осени Тихое прощай Улыбнулась веточка Глядя в дальний край И сказала осени Тихое прощай Веточка осенняя Не стучи в мой дом Слез не лей, пожалуйста Под моим окном Сердце не тревожь мое Душу мне не рви Быть осенней веточкой Больше не зови Сердце не тревожь мое Душу мне не рви Быть осенней веточкой Больше не зови Всем кайфа Это слово знакомо нам С давних пор Всем кайфа Это новый сезон Шоу Народный Махор Субтитры создавал DimaTorzok